Молодой человек закончил школу, среднюю школу. И, конечно, мечта родителей, бабушек и дедушек, чтобы он поступил в университет, в институт, потому что учился очень хорошо, был умницей, все закончил прекрасно. И вдруг он заявляет семье, что я не собираюсь в этом году поступать. Это моя жизнь, я хочу управлять ее так, как я хочу. Я хочу год поработать, подумать, может быть, в конце концов, куда пойти. И, конечно, для мамы, потому что мама его рассказывала, она сказала, что я его уговаривала, я его убеждала, я ему говорила, что через год уже, может быть, не захочется, что если сразу не пойти учиться, потом можно забыть материал, ну и так далее. То есть были исчерпаны все аргументы. Ни в какую, вот просто нет и все. Парень стоял на своем. И тогда, конечно, после семинара мама, то есть она закончила метод Сильва, она подумала, ну надо еще применить вот технику субъективного общения, коммуникации. Войти в уровень Альфы и поговорить с сыном. Там она все свое красноречие применила, все аргументы, всю свою материнскую любовь. Сын даже в медитации сказал ей очень четко. То есть так, как она услышала, такие мысли ей пошли. Потому что мысли, ответ вашего оппонента или ее собеседника, они все равно приходят в виде ваших мыслей. Потому что это ваше подсознание. Ответ был такой, мама, я тебя очень люблю. Мама, я очень тебя ценю. Но это моя жизнь. И я буду распоряжаться ею по-своему. То есть она даже на уровне Альфа в лаборатории подарила ему автомобиль. Потому что реально подарить автомобиль, но не было никаких средств. То есть не хватало средств. Были более важные какие-то дела и расходы. Даже подарок, обычно подарки очень сильно действуют во время таких сеансов. Но здесь он был как кремень. Даже это не подействовало. И тогда она уже в таком как бы отчаянии обратилась еще к советникам. И от них пришло одно слово. Отпусти. И вот это ее как-то успокоило, расслабило. Она смирилась, решила согласиться с этим. И в этом раз уже советники так сказали. Отпусти. Все. Она, что называется, сдалась. Через некоторое время сын уехал к морю на заработки. И когда он вернулся, а еще было время для поступления, у нас сейчас не нужно сдавать вступительных экзамена. Все решают те оценки аттестата. Как ты учился и как ты на продолжении всей школы. Там у тебя какие были предметы, какая успеваемость. И еще можно было куда-то поступать. И вдруг он неожиданно говорит, я все-таки решил в этом году попробовать испытать свои силы. И подаю свое заявление. И у нас ведь, не знаю, как у вас, у нас выдается просто, человек пишет, студент, я не знаю, по-моему, до 20, до 15, точно уже не знаю, мои дети уже давно закончили. Может быть, сейчас что-то изменилось. Но все равно номер один, номер два, три, четыре, пять, десять, так точно, по-моему, можно написать. Места, в которых по мере уменьшения важности для тебя. То есть на первом месте, конечно, ты выдаешь то, где ты хочешь на самом деле больше всего учиться. И если, скажем, ты не попадаешь туда, или попадаешь на платный, а не имеешь возможности платить, тогда, значит, ты можешь, тебе могут дать второй, третий, четвертый. Это могут быть разные университеты, разные факультеты. Он подает и поступает под тем номером на ту специальность, которая была под номером один, и еще узнает, что это государство государством финансируется. Он попал в число, там, десяти счастливых студентов, поскольку очень хорошо учился. И на радостях бабушка и дедушка реально дарят ему автомобиль. То есть исчерпаны все аргументы, все, даже техника субъективной коммуникации. «Отпусти», — сказала ей подсознание, «будь мудрой, ты мама». Это не конец света, это не трагедия. Это, кстати, очень поучительная история для тех, кто любой ценой хочет направить своих детей по определенной стопе, по тропе. Я сейчас вот буквально недавно, иногда вот перед вебинаром, перед семинаром, я люблю что-то такое легкое посмотреть. Я посмотрела документальный фильм про актрису, которую все знают. актрису Марина Марина Дюжева. Ну, все помните. И я ее глубоко уважаю, мне всегда очень нравилось, как она играет, и она вообще личность очень интересная. Но на этот раз я с удивлением отметила два раза. Ну, я бы сказала, но это на мой взгляд. Это, конечно, мое субъективное мнение. Она очень категорично запретила обоим своим детям идти в актеры. Один хотел идти в актеры, и она говорит, я знаю сама, насколько это зависимая профессия, но ты была в ней. Ты сыграла более чем сотни фильмов, ты была очень востребована в театре. И несмотря на то, что ты так говоришь, ты прошла довольно удачную творческую жизнь. И ребенок очень хотел, но ты настояла, чтобы вот так и так и так. То есть мы навязывали... Меня это, конечно, породило, но я, ну, как бы говорю, ну что ж. Видимо, эти дети должны были получить вот именно такой барьер, какой-то. Может, это и тоже лучший вариант. Никто не знает. Не делайте этих ошибок. Пусть дети сами делают свои ошибки. Пусть они ошибаются, набивают шишки. Не надо их жалеть, потому что мы тоже не зря проживаем жизнь, получаем и не любим, когда вмешиваются родители, и на нас вообще кто-то давит. И второй сын, когда она пригласила однажды его озвучивать фильм «Анна и король», по-моему, да, и ему это тоже понравилось, он сам рассказывает, мне это так понравилось, но мама сказала, так, все, хватит, никаких больше озвучиваний, не дай бог тебе это понравится. Давайте не будем делать таких ошибок. Я это говорю в том числе и себе, потому что таких ошибок было сделано, ну, немало, скажем так. Может быть, мне не в том смысле, какую выбрать профессию. Слава Богу, у меня на этого ума хватило. Да в любой области мы можем делать эти ошибки. Поэтому мама отпустила. И все равно даже вот эта субъективная беседа их вместе, еще перед тем, как он уехал к морю, она ведь тоже оставила свой след, потому что подсознание, оно приняло эту информацию, рассмотрело, взвесило все за и против и приняло решение. Но человек принимает решение сам. Невозможно на уровне альфа над кем-то давлеть и кому-то приказывать. Это не сработает. Вот поэтому мама очень адекватна, она не говорила, что вот все-таки я настояла на своем, метод себя сработал. Нет. В том числе сработала ее беседа. Не более того. То есть мы не вращаем мир вокруг себя. Нет.